Газ будет. Министерство промышленности приступило к техническому обоснованию программы газификации Красноярского края. Провести в Красноярск газ мечтали давно, но мешала сложность и дороговизна проекта. И теперь специалисты сделали первый шаг. О том, что это значит для края, расскажет Алексей Федореев. Здесь, на газораспределительной станции, машина заправляется около 20 минут. Это 3 тонны сжиженного газа. Потом поездка по загруженным улицам. Потом полчаса разгрузки в дворовом газгольдере. В лучшем случае за сутки на станцию грузовик успевает вернуться дважды. А сюда, на крупнейший газовый узел края, газ доставляют железнодорожным транспортом. Хранится он тоже здесь. Вот в этой емкости в идеальных условиях находятся от 2 до 2,5 тонн сжиженного газа. Всего таких на этой распределительной станции 45 штук. И еще 10 в два раза больших находятся под землей. Итого полторы тысячи тонн сжиженного газа. Чтобы развести его по городу, нужно 500 машин и примерно 250 часов только на их погрузку и разгрузку. Или 10 суток только для грузовиков. Средний магистральный трубопровод прокачивает в четверо больше за одни сутки. Отсюда и цена нашего красноярского газа. В Омске обычный потребитель платит 6 рублей за кубометр. Наш больше 80. То есть это действительно дорогое удовольствие. Оно по-другому никак нельзя. И в принципе здесь, ну скажем так, законодательно эти цены установлены. Есть методика установленная Федеральной службой по тарифам. То есть все цены обоснованы. Ну я вам уже сказал, что 50% из этого это только составляет самоцаре. Так происходит вот почему. Есть газовая система Центральной России, есть газовая система Дальнего Востока. Между ними дыра в виде нашего края. Виктор Толоконский на последней встрече с президентом убедил Владимира Путина, что соединение этих систем пойдет на пользу нашей стране. А для края миллиарды долларов экономии, решение экологических проблем, сильнейший толчок для развития. До такого уровня мы еще вот за все эти предыдущие годы еще ни разу не подходили на самом деле. На той встрече президент идею поддержал. Сейчас ее необходимо положить на бумагу, составить уже планы совместно с Газпромом. И получить одобрение и начать ее реализовывать. Трубить фанфары еще рано. От бумаги до реальных труб не один год. Однако теперь в Минпроме уверены, что уже не остановимся. С такой-то поддержкой. Алексей Федореев, Николай Чистяков. Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова